Нет, Моня, ты дома стоишь. Цветение такое. Цветок отцвел. Этот зацветает. И вот такой красный. Красивый. Сынок, пока. Хорошего дня. Пока. Маску взял? Одевай. Автобус надо в маске. Короче, дети разъезжаются. Итак, сейчас я вам расскажу, куда я поеду. А поеду я в Гудвилл Аутлет. Мне недавно Полина рассказала, что есть такой Гудвилл Аутлет. Я? Я надеюсь, ветер не мешает. Будь здоров! Будь здоров! В общем, Полина рассказала мне, что есть такой Гудвилл Аутлет. И мы решили с ней как-нибудь съездить. Но мне тут еще одна женщина рассказала, что такое Гудвилл Аутлет, что это Гудвилл, куда свозят все вещи из разных других Гудвиллов простых, которые не распроданы. И там продают вещи на вес. Полтора доллара за паунд. Ну, полкило. Полтора доллара за полкило. Вот. И она говорит, хочешь, я тебя возьму с собой? Я говорю, конечно, хочу. Это, блин, 40 минут от дома. Ну, я сейчас поеду. В 9.30 мы там с ней встречаемся. Я это все назначила на четверг, попросила ее. Потому что дети у меня сегодня в школе. Сладенький мальчик, люблю тебя! Ну вот, сын поехал. А еще? А еще? Я хотела сказать, что вчера хотела, но так что-то руки не дошли. И сегодня хотела, но тоже руки не дойдут, сделаю это на выходных. Нужно поменять аутфит у нашего дома. Наступила осень. Нужно поменять веночек. Нужно поменять коврик для осени. На Хэллоуин еще рано украшать, но что-нибудь осеннее надо повесить. Убрать летний цветочный венок. У меня, по-моему, есть осенний венок. Ну, в общем, подготовиться к осени. Ладно, буду собираться поедом. Я приехала. Это вообще 40 минут от нашего дома. Наверное, надо будет сильно. 40 минут от нашего дома. Это прям вот, прям вот за ним аэропорт. Ну, черт, я на куличиках. Но здесь большой донейшн-центр. Сюда можно было привезти хлам, который у меня в сарае лежит, чтобы его сюда привезти. Я забыла. Потом здесь есть какой-то breakfast, lunch, десерт, какой-то бестро, кафе, гудвил. И, в общем, там он какой-то центр, ну, вот такой и аутлет гудвил, и какой-то пути гудвил. И, в общем, я жду свою подругу. Вы ее не знаете. Ее зовут Аня. И она на Тесле ездит. И тоже ходит по таким гудвилам от лета. Ребята, я не снимала там, где вещи на вес. Там много народу. Там, там, знаете, как-то не очень так комфортно. Я покажу, что я там купила. А сейчас это типа типа бути. Ну, типа, они здесь отбирают хорошие вещи и отдельные продают. Они вот так на полочках вещи. Подписаны размеры, цена на каждую вещь. Ну, такие интересные есть вещички. Ну, цены, наверное, как в простом бутике. Ну, то есть, не заоблачные. Ну, такой я бы не сказала, что прям они вау-вау, что-то отбирают такое прям суперинтересное. Собачка по воды. Все, мы туда пробуем. Ну, и какие. Ну, а про чем здесь обувь? Большеватый, девятый. Большеватый. Ну, такие у меня музыки не будет вообще еще. Ну, вот цена 15 долларов адидас замшевая. Большеватый. Прикольно. Даже замши, по-моему, хорошие. Ой, так, ребят, я дома покажу, я покажу, что купила. Так, купила на осень Нелли ботиночки. Мне понравились. Чуть-чуть потаскиваем. Совсем немножко. Так, потом, Полине. Ой, давайте я разложу, а потом покажу. Да. Так, короче, смотрите, значит, Нелли ботинки. Вот такое вот платье я взяла, потому что оно в хорошем состоянии, оно хорошее, оно такое прям качественное, ткань хорошая, не знаю, как на видео, оно такое фисташковое, цвет фисташка. Хорошее, состояние хорошее, размер хороший, и Полине не понравится, я отдам Насте, она такое любит за большое, ну, широкая юбка. Монь, уйди. Короче, большая юбка для фотографий очень даже хорошо, с разрезом еще юбка. Вот, это типа тоже платье, но я его не ради платья взяла, а ради ткани. Хорошая ткань, хороший бархат, в разные стороны тянется, в общем, это для меня. А взяла Полине вот такую вот маечку, типа тонкий, тонкий джинс, такая спинка интересная, и себе вот такие вот штаны гулять зимой. Вот, еще взяла в ванную комнату вот такой дынь-дынь-дынь для, ну, для мыла, для жидкого мыла. Итого, смотрите, что вышло. Итого вышло с налога вместе 8 долларов, вот эта штучка стоит 2,99, а остальное, все остальное. То есть, получается, мой, можно этим не заниматься у меня в видео, а остальное все по полтора доллара, доллар пятьдесят девять за паунд на вес. Короче, ребят, что я хочу сказать, сейчас на себя камеру переверну. Что я хочу сказать, больше туда я не поеду. Не то, что мне не понравилось, но оно того не стоит. Оно того не стоит. Зашла я в их бутик, ну, это как в простом гудвиле, тоже так все развешено, только что на ценниках не написаны эти самые. Ну, разные цены, ну, я имею в виду, цены примерно в этом бутике и вещи, вещи тоже, тряпье, хламье, выбирать надо, такой же, как в простом гудвиле. Вот, а это на вес, ну, не знаю, ну, куча, куча, куча барахла, такие, знаете, как столы, большие корыта, и ты берешь не тележку, а бочку на колесиках, ну, и таскаешь с собой, такая корзина, типа, как для белья. Ну, так вроде чистенько, аккуратненько, но мне не очень понравилось. Мне не очень понравилось. Может быть, было бы поближе, может, как-нибудь так, для развлечения съездила бы. Но так далеко больше не поеду. Вот. Не, были еще там вещи, которые я выложила, в конце концов. Ну, получается, конечно, все копеечно, очень копеечно. Если бы там Полина была со мной, хотя можно было бы, там я несколько вещей взяла, потом думаю, будет носить, не будет, но можно было бы взять, потому что я не знаю, сколько это получается. 8 долларов я заплатила, 3 доллара, это вот это на 5 долларов. Короче, копейки. Это еще и обувь там лежала. Копеечная, конечно. Ну, вы меня поняли. Моника, а так можно хозяев кусать, разве? Ну иди. А постучался он же? Нет, это Нелли там стучалась. А ты это самое, что вы там делаете будете? Ты не хочешь вон там тапочки взять? А я взяла все. А вон тебе вон тапочки. А, нет. Я взяла эти. Шлепки взяла, да? Шлепки и кроссовки. Ладно, девчонка. Да я приеду. Куда? Куда? Мы тебя не ждем. Иди делай математику. Сделай, Альксель. Закрой дверь. Поехали, ребятушки. Это просто история для влога. Я вот думаю, как мы теперь будем снимать влог? Эту историю я уже себе первую забила. Ну ладно. Сначала, please. Короче, была у меня сегодня съемка. И я была уверена, что у меня будет черный клиент. Потому что он писал, он пишет, я сейчас покажу. Он пишет, я не понимаю, я понимаю все слова практически, но я смысла не улавливаю. Я по линии отправляла, она мне разжелывала. Ну, наверное... Ты знала, понимала, смысл? Ну да, там какие-то, видимо, как жаргонные, какие-то сопрощения. А что это? А это Юля прислала. С Николаевом и у меня печеньки. Окей. Добрый, добрый. Окей, я ему... У меня новая штука. Я все убью, я сейчас рассказываю. Новая штука. Не-не-не, рассказывай. Да все. Да нет, ну пожалуйста. Проси еще. Еще, ну пожалуйста. Приезжаю, еще черного. А он такой, как вышла, и он в грудь такой, типа, а я даже не помню, как его зовут. Так, я такая, отошла в сторону, в инстаграм, и такая, поворачивай, ну нету, я говорю, типа, этот, ты этот? Да, это черная, это какая-то неграмотная речь, такая, как вот, да, никаких слов, незнакомых, как нет, when do I pay, ну то есть, как бы, неправильные времена расставлены, но они так говорят, и причем, говорят специально, даже есть какое-то название, типа, о этого, типа языка. Ну вот, посмотри, там дальше есть такие прям сокращения, которые я догадывалась, что это значит, а иногда они вообще не догадывались. Короче, ну он белый, но он с дредами, у него вот эти спущенные штаны, я даже сняла, по-моему, видео, потом решила, что это некрасиво, удалила во влог, я снимала видео, и... То есть белая рука тебя не смутила? Нет. И он был обдолблен, как мне показалось. Он же, ну, он вообще, когда он взял на фотоаппарте, типа, дай посмотреть, типа, фокус, он нам фоткали, он начинает смотреть фотографии и остают, ну, во-первых, если у него сейчас какой-нибудь так пол убежит, я скажу, it's ok, потому что он доставал вещи, и у него был нож, и он из этой корзины такой, я типа, ничего не вижу, ну, вроде как положил его в машину, но я вам и на всякий случай скинула геолокацию и его инстаграм-аккаунт, чтобы узнали, если что... Где тебя отрывали? Кому бы еще пристать, Монь? Должно было быть две модели, приехала одна, вторая перестала отвечать, он что-то говорит, я не знаю, и я говорю, окей, окей, думаю, что он хочет? Я догадываюсь, а, и такая улыбка такая, кошмар, черт и жду, сегодня была? Да, только что вот приехала. у меня влог, я ухожу. Время сколько? Час ночи? И без разницы. Да, без пятнадцати час. Пора заводить утренний эфир. Че говоришь? Пора утренний эфир заводить. О, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Че говоришь-то? Был бы привидентом, прям немедленно бы отдал указ, груб, ебать по этой статуе свободы, да. Ага.